Привет! Сегодня выездной выпуск обзора новостей, и он из Хорватии. Будет много разных локаций, поэтому усаживайтесь поудобнее, и смотрите, постараюсь его сделать как можно более позитивным. Попасть в Хорватию, в принципе, вам нужно просто сдать тест за 72 часа до вылета, то есть тут не все так строго, или же, если у вас есть вакцина, которые принимаются в Хорватии, и, к сожалению, коронавак китайский пока им не годится. Может, на момент просмотра видео уже что-то изменится, но на момент съемки нет. По прилету тут тоже все, в принципе, с ограничениями, примерно как в Украине, там все ходят с масками, со спущенными на бороду, даже там в аэропорту, и, в принципе, никто за это не щимит, все очень так лояльно, и в Хорватии, в принципе, с вакцинацией все ок, тут очень много вакцинированных, и с распространением болезни тут тоже все, в принципе, более-менее хорошо, поэтому можно смело сюда ехать. И тут тепленько, и вода очень классная. В Херсоне за несколько часов построили храм из пенопласта. Конечно, нужно обладать огромной верой, чтобы находиться в этом храме из пенопласта, ведь свечечки и все такое, но, в принципе, на все воля божья, если он захочет, то сгорит и бетонный храм, а не захочет, и пенопласта, и все будет ок. А если кроме шуток, то это прикольно, это современные технологии, то есть это такая несъемная опалубка из пенопласта, которую там напечатали на 3D-принтере, и эта несъемная опалубка, она же является усеплителем, потом эту несъемную опалубку зальют бетоном со всех сторон, там с одной штукатурят с наружной, видимо, там сделают какое-то армирование, и зальют бетончиком, и будет такой бетонный храм быстро возводимый. Единственное, что грустно, то, что строят по вот этим современным крутым технологиям архитектуру еще там какого-то 17-18 века, то есть почему-то православная вот эта религия и архитектура абсолютно не развиваются, когда во всем мире там современные крутые храмы протестантские, их там создают какие-то величайшие архитекторы современности, а вот эта вся православная архитектура, она остается абсолютно какая-то без изменений, вот эта вся такая ретроградная тех веков и вообще никак не развивается. И точно так же, кстати, не развиваются их там какие-то обычаи или мировоззрения, то есть все-таки там даже Папа Римский уже признает какие-то крутые современные штуки, он уже считает, что интернет это тоже круто и все такое, а вот эта наша православная как-то сильно в этом плане отстает, мне кажется, это печалька. Эксперт с онлайн-коммуникации усомнился в учениях урбанистов. Просто прекрасный кейс подмены понятий, чувак какой-то живет в говнодоме, говнодворе, через который там проезжали машины постоянно через этот двор, плюс там какие-то у него мусорные баки стояли, куда просто все в округе скидывали этот мусор. И вот они закрыли этот двор, и у них там наступило счастье, перестали ездить машины и мусор кидать левые люди тоже перестали, что понятно, хорошо, но этот чувак, эксперт по коммуникации интернете, где-то что-то услышал, что вот урбанисты выступают против закрытия дворов, и он там накатал огромный пост популярненький, что вот, мол, урбанисты же не шарят, вот это они там в теории размышляют, что вот так хорошо, а на практике плохо. Но такое впечатление, что это ему урбанисты создали вот этот говнодом, говнодвор, и там еще ездят на этих машинах через двор, и он вообще там где-то что-то краем уха услышал и решил на них накинуть. Но прикол в том, что урбанисты ничего не создавали, это ему застройщик, и власти городские создали такую среду. Во-вторых, урбанисты выступают как раз за то, чтобы через двор машины никакие не ездили, они выступают за то, чтобы двор был без машин, если уж так. И я часто вижу такие подмены понятия, в то же время урбанисты точно так же выступают против того, чтобы там в мусор скидали все, что попало, а не за как раз отгороженные всякие вот эти контейнеры с мусором на ключиках, и чтобы там была красота, разделение отходов и все такое. И вот это подмена понятий. У нас реально сейчас там урбанисты выступают за что-то хорошее, а люди, которые противятся этому, они находят какое-то говно и мол, что вот это из-за урбанистов. Хотя реально сейчас в Киеве урбанисты вообще ничего не делают, то есть все, что делается, это как раз не урбанистами. И поэтому очень вообще смешно читать такое и видеть, что люди, да-да, эти урбанисты, они какую-то хрень предлагают. Вот у нас вот говно, и это же из-за урбанистов. Нет, ребята, не из-за них. Главная новость этой недели. Я сделал себе вторую прививку вакцины коронавака китайского, причем вообще все прошло отлично. Первая вакцина у меня была, там болела чуть-чуть рука, вторая вообще все ок. Я даже забыл, что сделал вакцину, пошел вечером на Парфенова. Много сложно сделанные, с игровыми эпизодами и прочее. Этот весь в реальном времени прям происходит вот здесь и сейчас. И там угощали винчиком, я это вино выпил, хотя в принципе не рекомендуется пить, когда ты сделал себе прививку, но в целом со мной ничего не случилось. Думаю, в дальнейшем я даже сделаю какой-то тест на антитела, посмотреть, насколько хороша эта вакцина. Но в целом чувствую себя прекрасно. Кстати, если вы еще не подписаны на канал, нажмите паузу и подпишитесь, а то потом забудете. А еще, если не поставили колокольчик, тоже сделайте это. Я особо не спамлю, выхожу не сильно часто. Поэтому, чтобы не пропустить мои видео, лучше это сделать. Бизнесмены хотят построить монорельс из Ирпеня в Киев. Проект обещают показать к концу года. Все, что вам надо знать о этой новости, это то, какие бизнесмены хотят построить и показать проект. Это карплю, который, собственно, является застройщиком. То есть, это не какие-то там китайские инвесторы, увидели потенциал, что там какой-то может быть огромный пассажиропоток, нужно срочно построить из Ирпеня в Киев монорельс. Это застройщик, который строит в Ирпене и понимает, что все его потенциальные покупатели понимают, что из Ирпеня в Киев добираться абсолютно отстойно, общественного транспорта нормального там нету, то, что все пользуются там автомобилями, и надо предложить какой-то красивый альтернативный вариант. И вот он предлагает такой транспорт будущего монорельс. Очевидно, что из Ирпеня в Киев никакого монорельса не будет, и это заведомо убыточный проект, потому что что вообще такое монорельс? Монорельс это вненуличный транспорт, это транспорт, который там идет на эстакаде. Такие решения принимаются в очень густонаселенных городах, где высокая плотность и где нельзя реализовать вот это транспортные какие-то решения уже по существующим дорогам, поэтому там строят подземные всякие линии метро или надземные эстакады, по которым могут быть условно ездить эти монорельсы. Очевидно, что из там Ирпеня городка в Киев, где между ними какие-то поля леса, не надо строить никакие эстакады, потому что эстакады это сразу в 10 раз дороже, чем условно какой-нибудь трамвай. То есть если уж и надо что-то новое строить, то очевидно, что трамвай будет намного дешевле. Но трамваем ты людей не заманишь купить у себя квартиру. А вот монорельс красивенький, это что-то новое, это сразу во все СМИ попадает, а трамваи люди когда узнают, трамвай, так мы знаем, что в Киеве херовый трамвай, что вы нам предлагаете на трамвай ездить. Нет, мы будем на машине ездить. В то же время застройщики понимают, что на машинах пробочки, что транспортную проблему не решить там расширением дорог, они это уже и прямо заявляют. И вот это такой пиар-ход чисто, поэтому скорее всего там действительно заплатят каким-то транспортникам, чтобы они там начертили эту схему монорельса, каким-то визуализаторам заплатят красивенько, чтобы они там это все визуализировали, как по Ирпеню едет этот транспорт будущего. На этом все и закончится. Эти все проекты отправятся в офисы продаж ЖК, там будут всем рассказывать, какой будет прекрасный транспорт из Киева в Ирпень и наоборот ездить. Но ничего этого построено, разумеется, и не будет. Может там какое-то 500 метров начнут строить, и там это все и захлопнет, потому что это очень дорого. Что вообще надо делать? В Ирпень ходит электричка, там есть железная дорога, и лучше бы эти деньги, если бы их действительно хотели выделять, в чем я сомневаюсь, направили как раз на улучшение вот этого транспорта существующего, рельсового, так вообще действует и работает вся Европа, закупить там новые какие-то вагоны, новые поезда, договориться о более частых и регулярных выпусках этих поездов, чтобы было удобненько, пришел на станцию и поехал в Киев, и вот вам рельсовый внеуличный транспорт, который за 20 минут вас довезет в центр Киева. И не надо не грозить никакие эстакады для монорельса. Как победить пробки? 73% водителей уверены, что строительством новых дорог, 47% созданием паркингов, на ограничения согласны только 12%. Очень на самом деле грустно, и действительно это так, если пообщаться с водителями, они все прекрасно знают, как победить пробки? Конечно же, расширением дорог, строительством развязок, побольше паркингов, чтобы это все было, конечно же, за бюджетные деньги, там все бесплатненько, бесплатные дороги, бесплатный еще и бензин, было бы вообще прекрасно, и так мы победим пробки. К сожалению, Украина просто проходит какой-то эксперимент, который, в принципе, прошли все развитые страны мира, где там осознали, что строительством и расширением дорог, строительством развязок, проблема пробок не решается. У нас это вот уже делают 30 лет, у нас там угробили набережную, по которой раньше там ходил трамвайщик, было по одной полосе в одном направлении, то есть была такая уютная европейская набережная, она превратилась просто в шоссе 8-полосное, сделали кучу развязок, а пробки в городе стали хуже, машин стало больше, гонят кучу всякого хлама, там, европейского, американского, то есть каждый хочет себе машину, потому что параллельно с развитием инфраструктуры дорожной, развязок дорог забивался вот на развитие общественного транспорта, то есть не вкладывались туда деньги, он действительно был очень плохой, он и сейчас плохой, и пользоваться ним это какое-то боль и унижение, и люди все-таки действительно предпочитают как-то передвигаться с комфортом, и поэтому они, собственно, пытались это решить своими силами индивидуальным транспортом. И, к сожалению, люди еще и не понимают, что этот путь, он только усугубит положение, то есть чем больше будем строить дороги, чем больше будем строить развязки, тем больше будет спрос на вот эту инфраструктуру, значит все больше людей будет по возможности покупать автомобили, и этот спрос невозможно будет удовлетворить, то есть у нас от города ничего не останется, потому что нужно все расширить, то есть получается мы расширяем дороги, мы увеличиваем расстояние между точкой А и точкой Б из-за вот этой широкой дороги, значит там, если хоть еще пару человек ходило пешочком между этими точками, расстояние становится настолько огромное, там еще парковки, и оно становится абсолютно неуютно, что даже эти два оставшихся человека будут уже покупать автомобиль и ехать на автомобиле, а значит надо еще и для них чуть-чуть расширить, и вот так далее, и так далее, и в итоге даже там Лос-Анджелес, да, где огромный бюджет есть, где вроде как с этим все нормально, но там самые большие пробки в мире часто бывают, бьются рекорды, понятно, что у Киева и близко нету того бюджета, который есть в Калифорнии, чтобы строить такие развязки и дороги, и понятно, что мы придем к тому, что у нас город просто абсолютно встанет, он с каждым годом движется в топ самых загруженных городов мира, очевидно, что надо развивать нормальный общественный транспорт, как это делает Европа, очень жалко, что 73% водителей не понимают таких очевидных вещей, которые достаточно просчитать, одну какую-то простую статью касательно транспорта, какого-то нормального, конечно, человека, где это все будет объясняться, как работает транспорт и как работает расширение дорог. Надеемся, что в итоге как-то у нас понемножку эта статистика изменится, и политики, понятно, сейчас политики смотрят, что вот 73% водителей считают, что надо расширять дороги, и понятно, что они сейчас не будут выходить и говорить, что дороги мы не будем расширять, потому что они потеряют голоса вот этих 73%, значит, нам надо переубедить сначала этих 73%, чтобы они в итоге потом правильно голосовали, они требовали правильные какие-то меры, и тогда можно ждать от политиков, что они их будут принимать. На гидропарке коммунальщики забрали весь тротуар под парковку. Вдоль Броварского проспекта на гидропарке есть широкий тротуар, 4, там 4,5, а может даже 5 метров, и там просто коммунальщики на всю ширину тротуара сделали такую парковочку елочкой, просто отхватив весь тротуар, там пешеходам вообще не оставили никакого места, сделали все полностью парковку. То есть мало того, что не оставили людям места для ходьбы, хотя этот тротуар как бы он вроде предосмотрен, запроектирован для того, чтобы ходить по нему. Там сделали парковку, плюс эта парковка еще опасна для самих же автомобилистов, потому что она елочка, и когда автомобиль заезжает, выезжает елочка, он еще и занимает полосу, по которой едут машины. А Бровской проспект, это магистраль городская, и причем на участке от Левобережной и дальше, она там непрерывного движения, там нет светофоров, то есть там автомобили едут довольно быстро, минимум 70, как мы знаем, у нас по Киеву едут, ну, в принципе, учитывая, что скорость особо никто не контролирует, там едут еще и быстрее. И вот будут такие сычи какие-то там вот этой возней заниматься, будет там кто-то заезжать в эту елочку, там будут какие-то сычи в этих зеленых жилетах собирать нальчик. Короче, коммунальщики, чиновники какие-то решили подмутиться под сезончик, как раз тарифы на парковку подняли, решили так, гидропарк, туда все будут ехать, там пляжики, красота. Сейчас поставим пару человечков, на туарчике разметочка, и будем косить кэшик. Просто проверенная схема, отлично кто-то решил себе устроить бизнес. Вообще, конечно, это полнейшее дно, там вообще должна была быть велодорожка, но просто каким-то моментальным образом. Мне нравится вообще, как в городе появляются парковки, то есть там буквально за ночь, там кому-то пришла идея, и все, уже там парковочка быстренько стелится, красится, все платненько будет, красота, человечек в зеленом жилете уже там стоит, собирает деньги. Никаких там согласований, ничего. Как вдруг тебе надо сделать что-то хорошее в этом городе, там сделать велодорожку, надо миллион проектов на него выделить огромную сумму, согласовать все инстанции, которые только можно, и тогда ты там сделаешь 20-метровую какую-то велодорожечку, и то херовую. Как только в городе надо сделать парковку, все, сразу все согласны, полиция, конечно, ребята, не вопрос, мы там все оградим, вам вообще платить ничего не надо, парковка, не вопрос, сделаем. Там чиновники, конечно, дорогой, делай парковочку. Все там письма дают, все разрешают сделать что-то хорошее, хер вам. Вот это обидно, что именно когда сделать какое-то говно в городе, тут никто против вообще не становится. И все эти инстанции нормально принимают. Когда что-то хорошее, сразу появляется куча аргументов против, что вот это будет небезопасно, это дорого, это еще что-то, это не по ДБН, по нормам нашим святым Граалям, и это еще что-то, там почему-то нельзя. Очень грустно, очень стыдно, что такое происходит в Киеве. Я не могу представить, чтобы где-то в каком-то европейском городе, просто там остров, нашу рекреационную зону, которая как бы предусматривается именно для людей, что там вот сделали вот такой автомобилесендричный ад, просто на пешеходной такой территории. Мало того, что у вас там 4 полосы движения, вы еще и захватываете эту несчастную полосу для людей, где там могли ехать хоть как-то велосипедисты, самокатчики, просто пешеходы, вы ее просто захватываете под машины. Просто Киев катится в какой-то автомобильный ад, и от этого очень больно и грустно. Аэропорту Жуляны выделили землю для расширения. Как вы помните, аэропорт Жуляны собирается расширить взлетно-посадочную полосу, чтобы там могли приземляться самолетики побольше. Там сейчас не может, например, приземлиться аэробус А321, а в общем ее продлят полосу и сможет. И это прекрасно, потому что аэропорт Жуляны реально очень удобный, не надо ехать черти знает куда в этот Борисполь через весь город. Долго, неудобно. Ты на таксишечку сел, доехал до Жулян, вообще красота, или даже на общественном транспорте. К сожалению, там доступ к Жулянам, казалось бы, в городе, но там до общественного транспорта надо идти еще метров 300, потому что остановка хрен знает где, потом еще хрен знает, сколько надо ждать этот троллейбус. В нормальных городах в основном приоритет как раз отдается общественному транспорту. Он там подъезжает ближе всего к терминалам, а к всяким таксишечкам. В принципе, тоже обычно удобно, как-то там распланируют. У нас, к сожалению, приоритет опять-таки автомобильному транспорту, потому что сразу у выхода из аэропорта большая парковка до остановок общественного транспорта надо телепать. Это, конечно, дно, это, конечно, плохо, но вот в плане расширения это здорово, будет классно, когда будет все больше самолета приземляться, и это как раз сигнал тем, кто покупает недвижимость вокруг этих Жулян, потому что там люди возмущаются и вообще пишут петиции, чтобы закрыть этот классный аэропорт в городе. И это сигнал, что его нифигашечки не закроют, потому что, да, вы там строите, покупаете недвижимость, которая, кстати, не совсем законна, потому что вокруг Жулян можно строить только всякие такие приусадебные домики малоэтажные, а там мы знаем, что строят высотные ЖК-шечки по документам, что это частные домики, но мы понимаем, что это нифига не так, и люди сознательно там задешево относительно покупают недвижимость, а потом возмущаются, что им самолеты мешают спать, еще там каким-то дизелем маняют и еще всякое что-то. В общем, вот вам сигнал о том, что землю выделили, аэропорт будет расширяться, самолетов будет больше, они будут еще больше жужжать и будут еще больше мешать спать. Поэтому, если вам это не нравится, не покупайте там недвижимость. Во Львове через архитектурный конкурс выбрали проект, по которому построят СИЗО. Такое впечатление, что Львов просто издевается над Киевом, потому что у нас просто какую-то хрень построят, там из говна и палок штукатуркой обмажут, и все, Кличко уже там на открытии ленточки перерезает, там просто на это стыдно смотреть. Понятно, без архитектурного конкурса там какая-то кпшная, какая-то хрень, это все спроектировала, построила. Какой-то просто ужас и рука-лицо. А во Львове проводят архитектурный конкурс на СИЗО. И там реально очень симпатичное это СИЗО. И мэр заявляет, что вообще смотрит на такую вещь, что в принципе СИЗО это люди, которые не обязательно виновны. И вполне возможно, что там человека оправдают. И почему человек, который не виновен, он должен там страдать в каких-то засанных этих камерах, просто там унижаться? Почему он не должен в принципе нормально жить, в это время, пока там ведется какое-то следствие? И поэтому очень здорово, что действительно думают об этом. И в принципе нужно думать о том, чтобы как-то улучшать ситуацию действительно с тюрьмами, с камерами в Украине. Причем, что интересно, этот проект реализуется за счет денег с продаж недвижимости как раз тюрьмы. То есть сейчас тюрьмы, они меньше заполнены, чем раньше. То есть все-таки преступлений в принципе во всем мире и в том числе и в Украине становится меньше. Соответственно, меньше преступников, соответственно, нужно меньше вот этой всей пенитенциарной службы. И вот тюрьмы сокращаются, то есть некоторые там земли распродают в городе, получается деньги в бюджет. И вот за счет этих денег как раз создают хорошие, новые, в том числе СИЗО и, видимо, тюрьмы. И это здорово. ЖКшечкой этой недели будет ЖК Дипброва парк. И это ЖК, в принципе, не столько про жизнь, сколько про заработок денег для застройщиков. Потому что тут просто влупили такие высоточки 25-26 этажные на огромном пространстве. И как раз тут снова вот эта вся история с тем, что у застройщика есть огромный район, в котором он мог, в принципе, сделать какую-то среднеэтажную плотненькую застройщику наподобие того, что мы имеем там в центре верхнем городе. Я уверен бы, количество там квартир он бы получил такое же, то есть и еще и меньше затратил денег на строительство. И было бы какой-то уют. Ну и мы проектировщики сделали просто такие высотки, понатыкали. Там они зарендерили всякие красивенькие благоустройства. Я не могу сказать, что там фасады этого ЖК какие-то плохие. Они, в принципе, нормальные, но это реально высотки на окраине города. И, наверное, единственное преимущество и почему там большой спрос на такие квартиры, это то, что там скоро будет прям метро. Это как раз там станция Мастинская, по-моему, будет. И вот это метро уже строится, продолжение зеленой ветки. То есть, очевидно, там люди покупают квартиры, потому что можно будет быстренько оттуда уехать. То есть ты туда приехал, переночевал на метрошечке и уехал. В общем, ты там как-то время особо не проводишь. То есть, это вот именно такое ЖК, и оно именно таким и будет. Но стоит отметить, что благоустройство там действительно неплохое, судя по визуализациям. Там какие-то детские площадки, и оно так выглядит все, в принципе, современненько. Но в то же время реально есть огромный участок у застройщика. Он огородил его забором, и там просто все превратилось в выжженную землю. Это какая-то такая большая проблема в принципе многих застройщиков. Они не работают там с имеющейся территорией. То есть они вот получают участок, они там все выжигают, вычищают, существующие деревья вырезают, и потом что-то, может быть, начинают какие-то мелкие саженцы высаживать, которых придется 20 лет ждать. То есть это как раз показатель о том, что им пофиг на то, что будет. Потому что я вот работал со многими застройщиками, и в том числе работал с всякими частными заказами, где строят коттеджи. И вот в частных заказах заказчик приходит и говорит, так, вот это дерево мы там сохраняем любой ценой. То есть они понимают ценность взрослых деревьев, и когда строят дома, они стараются каждое дерево сохранить. Даже вот такой крупный заказчик строит много домов, ему вообще пофиг, он там жить не будет. Просто чтобы попроще, подешевле построить, и понятно, что проще и дешевле строить, это вырезать все. На самом деле есть действительно несколько застройщиков в Киеве, которые все-таки более бережно относятся к существующим деревьям, но таких реально минимум, и это грустно. На стоимость квартир тут, мне кажется, очень сильно влияет как раз наличие рядом будущей станции метро. Уверен, об этом 100% говорят в офисе продаж. И цена довольно-таки высокая, как мне кажется. Сейчас там вот на сайте показывают, что двушка от 1,6 миллионов гривен, что для этого района, мне кажется, немало и для таких, такого жилья. Класса комфорт. Кстати, о классах, это вообще просто выдумка, никакой классификации там жилья в Украине не существует официального. То есть, как там, знаете, в гостиницах есть несколько звезд, и там для каждой звезды необходимо там соблюдение каких-то условий, типа там наличие какого-то спортзала, бассейна и всего такого. То есть, в плане ЖК такого нету. Просто, как вот какой-то автомобиль называют, там комплектация, люкс, премиум и спешл. Точно так же и называют там комфорт, элитный, еще что-то там. То есть, это вообще все на самом деле пофиг. Технология строительства монолитно-каркасная, отопление в доме автономное, состояние отделки и без отделки, домов планируется 10, этажность 23-26, стены, кирпич и газоблок. И вот тут, кстати, интересно, потому что там как-то я сотрю, частично кирпичи на фасаде, где он как бы особо бессмыслен, потому что, в принципе, по фасаду у вас звукоизоляция и так хорошая за счет там наличия утеплителя, а внутренние стены у них много где из газоблока. И вот тут как раз будет звукоизоляция между квартирами не очень хорошая. Я думаю, что там кирпич используется на фасаде, потому что там что-то будет к этому кирпичу крепить. Но не факт. Высота потолков 2,7 метра, что в принципе стандартно. Утепление базальтовая вата, количество квартир 784, и тут присутствует наземный многоуровневый паркинг на 1787 паркомест. Но 784 квартиры – это всего лишь первый и второй дом, а всего домов 10. то есть если еще умножить это все на 5, то получится довольно-таки много. Там почти 4000 квартир и всего 1787 паркомест. Причем тут планируют построить какое-то, судя по всему, ТРЦ. И с одной стороны, вот этот паркинг по ТРЦ, он как раз будет хорош, потому что днем там будут парковаться всякие посетители ТРЦ, а вечером будут парковаться как раз жители этого ЖК, поэтому такое рациональное использование. Но очевидно, что паркомест недостаточно. С другой стороны, мне кажется, тут будут люди покупать квартиры больше без машин, потому что прям рядом метро. Надеемся, что его построят, и поэтому, может, и не стоит создавать такую автомобильную инфраструктуру для подобного ЖК, и действительно не способствовать вот этот спрос. Так что, может, паркомест и хватит. По документам. Целевое назначение земли тут, в принципе, соответствуют как раз для жилого строительства и объектов торгово-развлекательной инфраструктуры. И так, в принципе, там все как бы ок, кроме судовых дел. Там есть какое-то судебное дело, причем госпредприятие, научно-исследовательский производственный агрокомбинат, там у Пущего Дица. В общем, я думаю, тут стоит проверить более детально, но на Луне написано как раз про это судебное дело. По поводу хода строительства, строят, в принципе, там не то чтобы быстро, и вот уже отсрочка на год первых домов планировалась сдать на год раньше, а теперь уже перенеслось, поэтому тоже это не очень хорошо. Касательно планировок, в принципе, они тут, на удивление, вполне неплохие, и стоит отметить, что здесь винт-блоки, то, что я там часто критиковал, которые они там выпирают где-то, реально портят планировки, здесь их все-таки как-то спрятали и задвинули в, видимо, мопы и в стены, и реально вот таких выпирающих, прям портящих планировки, таких винт-блоков нет. Поэтому тут стоит отметить, но в то же время стоит отметить, что на этаже здесь 10 квартир, то есть такой коридор и куча квартир, такая как гостиница у вас, и учитывая, что тут этажность 25 этажей, то есть у вас будет просто там на вот этот один подъезд 250 квартир, что реально очень много, и стоит отметить, что тут лифтов вот на 25-этажке, тут всего лишь 3 лифта, это, кстати, в принципе, реально мало, и даже по нормам мало, ну, вы представляете, 250 квартир на 3 лифта, а причем тут есть еще этажность немножко пониже, там 22 этажа, там они сделали вообще 2 лифта, вообще, мне кажется, с лифтами, то есть это, во-первых, нарушение норм, по крайней мере, по ДБН, показывается, что лифтов должно быть 4 в 25-этажке, и я думал, что, может, они там пошли на такую уловочку, что там не все этажи доходят до верха, но нет, у них просто 3 лифта, то есть нету даже там какие-то первые 5 этажей, что ходит лифт дополнительный, такого тоже нету, поэтому с лифтами тут пожлобились. Что еще хочется отметить касательно планирования квартир, это то, что здесь панорамные окна, и это реально прикольно, то есть окно в пол, во-первых, у вас нету этих всех подоконников, во-вторых, все-таки высоточка, у высоточки есть, там, наверное, одно из преимуществ немногих, это как раз вид на город, то есть вы там с какого-то последнего этажа, у вас открывается действительно красивая панорама, и очень тупо, если эта панорама будет через подоконник, намного лучше, когда ты подходишь, такой у тебя окно в пол, и вообще красота, и тут это сделано, и это хорошо. Что в целом? Ну, я, понятно, что, наверное, я не могу рекомендовать покупать этот ЖК, мне не нравится сам вот этот подход к застройке, высоток на окраине города, да, тут есть метро, и это действительно будет большим плюсом, тут есть, в принципе, неплохие планировки квартир, но в то же время тут на этаже 10 квартир и 25 этажей, и есть нарушение норм по количеству лифтов, поэтому жить тут будет не очень комфортно, не очень уютно, эти огромные пространства тоже между домами, лучше бы поставили почаще дома, но ниже этажность, но в целом нельзя сказать, что это там что-то прям сильно плохое, то есть планировочки неплохие, панорамные окна, и в целом вот так. На Кагинскую капсульную башню разберут. Это, в общем, очень крутая башня, это модульный отель, очень знаменитый, с такими круглыми окнами, он был построен в 70-х годах, и разбирают его не потому, что там просто хотят уничтожить эту архитектуру, а потому что он не соответствует современным сейсмическим нормам, мы знаем, что в Японии довольно-таки сейсмически активный регион, и действительно в мерах безопасности его разбирают, но что очень круто, и многие капсулы будут отданы в разные музеи, в том числе в музей Памбинду. Там огромная краудфандинговая компания на то, чтобы сохранить эти капсулы, они будут там по всему миру развозиться, в том числе в Японии, там многие их выкупают, то есть это такая история, это такое сохранение архитектуры, сохранение вот этого модернизма, и в принципе очень классный кейс, да, вроде как есть потеря самого сооружения, но в то же время вот этот разбор, он очень интересный, надеюсь, что если у нас там что-то подобное будет именно в связи с изменениями норм, касающихся безопасности, то вот тоже такие выдающиеся сооружения будут сохраняться. На этом все, вот такое вот видео новостей из Хорватии, в Хорватии, кстати, довольно-таки хорошо, это такая замена Италии, и я бы сказал, что тут не хуже, чем в Италии, и в принципе не дешевле, наверное, чем в Италии, но хорошо, море классное, море даже лучше, тут нету вот этой дичи с частными пляжами у отелей, которые есть в Италии, и поэтому это реально приятненько, советую. А так, пока!